Первое впечатление, в принципе, первый тайм, то, что мы планировали, получалось. Получалось, были подходы, пенальти не забили. Это, конечно, наверное, тоже, особенно, когда команда не забивает очень долгое время, наверное, все-таки это психологически очень сильно давит. Это надо как-то перебарывать. Будем над этим стараться, над этим работать. Ну, а второй тайм решили рисковать, потому что нам по очкам нужны победы. Оголели тылы, пошли вперед. Но получилось так, что и впереди не обострили так, как хотелось. Ну, и сзади уже появились дыры, и Шинник этим воспользовался. Как бы так. Пожалуйста, вопрос. Перед закрой, проговаривали, кто будет пенальти бить, или это самодеянность была, если честно? Я не знаю. Вот на самом деле, просто не было времени об этом подумать. Но такого не было, чтобы мы делали акцент на пенальти. Еще вопрос. Владимир Владимирович, а Ваш выбор Хлебородова и Вирулидзе в стартовом составе чем был обоснован? Ну, чтобы напрягали, чтобы прессинговали, в принципе, и мешали защитникам, боролись за мяч. Тем более, что Вирулидзе, то, что я посмотрел последние две игры, он, в принципе, от борьбы не уходит. Как бы, может, к Ваньке, наверное, как-то более активно надо участвовать в борьбе. Вот, но вот этим, конечно, вот этим. Ну, а потом, ну, надо же прекрасно понимать, что в запасе у меня сидят, как бы, тоже не люди, которые в сборной играют. Еще вопрос. При этом Роман Воробьев остался в запасе и не вышел в стартовом составе. Он не готов играть в стартовом составе? У нас была такая тактика, где на той позиции, на которой должен играть Роман Воробьев, прежде всего, нужно много бегать. Там так надо было очень сильно много бегать, перемещаться. И, в принципе, в первом тайме это получалось. Во втором тайме уже решил сделать акцент на его опытность, на какую-нибудь передачу хитрую, на владение мячом. Ну, как у всей команды, не получилось. Вы получили уже готовую команду и до зимы усилиться неким. Вот что будете делать, на что направлен вектор вашей работы? Может быть, вот что за там три-четыре дня, которые у вас были, вы хотели сделать, что сделали, что нет? Ну, и вот дальнейшие ваши действия во руля команды. Ну, вот это время было, там не три-четыре дня, там поменьше чуть-чуть, просто ознакомление. Ознакомление, кто чего. Там, естественно, по большому счету состав я оставил из рекомендаций своих коллег, из тех, кто, ну, примерно знает возможности каждого футболиста. Сейчас немножко, как бы я увидел возможности. Поэтому следующую уже игру буду уже исходить из своих впечатлений. Ну, конечно, общаться с коллегами я буду, но буду исходить из своих впечатлений, которые сегодня были. По первым впечатлениям, вот команды, игроки свой потенциал раскрывают по полной, или есть футболисты, которых вы хотите, и уже вы прикидываете, что их надо по-другому раскрывать? У вас есть ресурсы, как их можно раскрыть по-другому, и они усилили бы игру? Ну, ресурсы не у меня, а у них. На чем будем работать? Ну, наверное, все-таки тоже будем делать акцент на завершение атак. Так, потому что были, я еще раз говорю, в первом тайме подходы. Опять же, будем разбирать по видео, там, кто куда открывался, потому что и передачи с флангов были немножко неточные, ну, не такие опасные, как вот хотелось бы. Первый гол вообще просто продавили, ну, как бы с углового. Тут говорили об этом, делали акцент на этом, но мастерство, просто индивидуальное мастерство у Шинникова, вот у игроков в этом плане посильнее, они, наверное, так повзрослее, помощнее. Ну, опять же, я еще раз говорю, что, в принципе, эта команда не потеряна. Есть потенциал, будем работать и, в принципе, будем стараться. Вы воспринимаете это назначение как вызов в какой-то степени самому себе? Конечно. Естественно, потому что я так понимаю, что все тренеры, которые что-то добились, всегда начинали с этого. Ну, мало кого звали там в хорошую команду, которые, ну, как в хорошую команду, которые все слажено, все налажено, они хорошо играют. Зачем там нужен новый тренер? Там есть тот, который вот работает. Я принимал это, прекрасно понимал, куда я иду. В принципе, я расстроен результатом, конечно, не люблю проигрывать, буду это вбивать ребятам, ну, что проигрывать так вот просто, так вот, ну, нельзя. Потому что, ну, ладно, там есть болельщики, но есть, в конце концов, ваши родные и близкие, которые за вами смотрят, ну, как... Ну, мне, как бы, сложно понять. Ну, потому что... Это вы сейчас клоните к недостаточной самодаче сегодня? Нет, ну, самодаче... Почему они не так сделали? Если проиграли, значит, наверное, мастерства не хватило. Но люди, в принципе, пластались на поле. Есть такое, да, есть. Но во втором тайме просто не хочу обвинять футболистов. Я же сказал, что за результат несу ответственность я. Но движения больше хотелось во втором тайме, когда мы делали замены, чтобы больше было движения, по крайней мере. Чтобы мы немножко вышли свежие футболисты, достаточно молодые. И можно было побольше двигаться. Вам примерно понятно, хотя бы конспективно, те позиции, которые придется вот в перспективе усиливать? Вот на сегодняшний день. На сегодняшний день я об этом не думаю. Потому что, как уже сказали, до зимы мы ничем усилиться не можем. Поэтому нужно думать о том, как играть вот той командой, которая есть. А там уже ближе к зиме, там посмотрим. В принципе, конечно же, не так сложно понять, как надо усилиться и кем. Не такая это сложная проблема была бы в возможности. Вопрос о физическом состоянии команды. Вы говорите, не хватило движения. То есть команда на такое ощущение, на какой-то одной скорости играет. То есть в конце концов, по большому счету, даже навала какого-то не получилось. То есть вот здесь нет проблемы, что люди, да, там где-то мастерства, как было еще сказано ранее, сыгранности, но физически команда может додавливать соперника. Я думаю, что мы обязаны это делать, на самом деле. В этом есть ресурс? Конечно, конечно, он должен быть. Мы обязаны это делать. Я еще раз говорю, что вот в футболе две вещи. Первая вещь, там какой-то футболист может позволить себе не так сильно работать, не так бегать, где-то ему это будет позволено. Но ты должен обладать мастерством, которое позволяет добиваться результата. И второй уровень футболистов. У тебя нет такого мастерства, такого, чтобы делать результат. Но тогда надо брать движением. Движением, работоспособностью. Потому что другого выхода нет. А можно уточнить тренерский штаб еще будет как-то корректироваться в связи с вашим приходом на пост главного тренера? Помощников все вы можете будет как-то приглашать. Ну, один помощник я, наверное, приглашу. Ну, я так думаю, что, наверное, не в помощнике дело. Не он. Помощник, конечно, приедет, но он играть не будет.